ну что ребята все все дела сделали можно гнать как говорится да спойлер ну все теперь все в порядке погнали 713 километров ребят все в порядке все готово вы если готова вот за этим и поедем что это прохладно я вам скажу драйв ведь лёд на дороге да я знаю на дороге лёд ой вот сколько мы приедем если мне нужно 9 20 ехать только показывает сегодня мы не приедем сегодня нам скажут есть по марте по привычке у них картонин по моему неправильно там некоторые через эти ворота почему-то заезжают странно почему через эти да что то у меня этот навигатор опять туда показывает вот сюда о выезжает выезжает все на какое число у нас кстати ребята 27 до 27 что да какие-то угольные они таких вы знаете вот как угольные щетки только здоровые брикеты такие уголь я так понимаю какой-то угольный завод делает из пыли вот эти брикеты потому что эти вот синие цистерны с которыми я стоял они как раз переводят эту угольную пыль знаю не пыль как это мелочь убрать я посмотрел по коду 30 61 по-моему интернат не 13 так вот взывался не фигасе может с традиционными какими-то отходами сижу проснусь утром у меня волосы выпадут принципе совет есть такой да это рекомендации вот когда вы становитесь адренскими вещами ими цистернами на там какой-нибудь гадость посмотрите в интернете код что это как это куда это в этом и стоять нельзя потому что я помню когда возили мы д на палубах на паромах там были такие контейнера например вокруг которых там нельзя вообще был не чувствовать только вот эти контейнера стоят адеровский опасный груз да там зависимость какая категория классификация и тогда получалось так что как бы на целую палубу ставился один этот прицеп или одна эта машина и все больше ничего там не стоялось ни в коем случае не пассажиры да это было да я помню поэтому смотрите всегда внимательно действительно проснетесь а ваши волосы на подушке ну что сейчас будем вылазить с этого городка с этого места куда я ехал блин офигеть можно . дали блин по сути я мог сегодня уже выгрузится понедельник там куда я еду ну ничего постоял здесь прогулялся в город в магазин сходил купил немножко продуктов всяких разных для себя любимого вот уж сходил суп сварил суп да интересно даже звоню показывает в туалете суп варю но что делать там розетка есть не хочется газа пользоваться газом это кстати нельзя на таких паркингов там даже написано там открытая пламя нельзя вообще-то такое там конечно можно было бы наверно в кабине в принципе с утра первое утро в субботу я и заваривал себя в кабине как бы нормалек было ну потом решил что лучше не надо это делать но тем более есть возможность надо было конечно все в субботу сделать там уж там никого вообще не было а вчера процессе пока когда я пока я это все и варил там чудак зашел коллега в туалет как улыбнулся потом там приехали из этих охранникам и не adr-контроля там отдельный киоск ну чё он ничего не сказали ну что а что делать вот организация видите такая приезжайте на этот паркинг идете там прямо на паркинге есть контейнер в котором регистрируетесь вам дают как там заполняется такое листочек небольшое маленький пишите номер прицепа номер машина референс номер компанию свое имя а что там еще пишите в принципе все и дают вот этот два бланка и дают еще карту если вы первый раз но и вообще кажется первые не первые тогда вы движетесь по маршрут этой карточки пластика открывайте шлагбаум ею потом пользуетесь в процессе на весах потом отдаете грузчику который будет грузить вас перед первыми весами вы даете палет и оставляя три палета для того чтобы это почему-то они ставят там бордюр надо ставить из трех палеток пустых картикаль вот потом едете загрузку даете карточку этому карщику он что-то там вбивает в компьютер показывает куда идти открываете левый порт начинает грузить и он говорит что все надо крепить и причем все надо крепить с уголками с уголками так сказать использую уголки причем мне так получилось что у меня ремни уже стояли вот и нужно было дополнительно ставить пришлось на второй порт открывать то что он сказал каждый палет должен быть завязан закреплен вот такая вот ребят ребята ситуация на подпуск а потом оттуда выезжаете на весы опять с этой карточкой идете в киоск потом там распечатываете выезжаете через ворота карточку это электронный чип отдаете ну кто там на вакции стоит на охране и все переодеваетесь и вперед ну а там соответственно все эти вещи включая каску хорошо хоть очки не заставь наносить одеть ну очки то есть у меня и свои очки есть здесь есть местные очки в машине даже две пары одни такие плотные знаете когда там пыль летит а вторые такие простенькие как мои вот ну а что дальше дальше мы едем ребята уже в сторону в сторону какого нибудь бана чтобы выйти на просторы так скажем 704 километра проехать все 9 часов напомню что я в 9 часов вечера должен уже встать на паузу опять плохо вроде рано стартанул и главное блин в этой будке я стоял 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 в 6 часов ровно она подошла как кошка хотя можно было наверное бы и раньше ну сказали в 6 раньше не подошла в поляк там стоял он вообще даже не шел вот я вышел только пошел наверное не первый раз значит что толку не будет и может идти раньше это место так что такое вот утро у нас ребята гоним дальше пу-пурум-прум-прум-прум 380 километров до точки и вот тут какая-то засада ребята вот все навигаторы вели прямо и стационарный тоже по ходу стационарный подтверждал greenways поехал который эти делает как инверторы для машин короче стационарный показывает что там ехать прямо нельзя надо идти направо о чем показывал и знак кстати но навигатор это мои они не видят проблемы дороги в данный момент а вот стационарный уже какой раз я утверждать он все-таки интерактивный он связан с гуглом и он реально ведет меня на мост на виадук да то есть направо там знак стоял чем прямо запрещено проезд и кирпича проезд запрещен и надо уходить направо и вот стационарный показывает что-то там случилось на этой дороге какие-то работы на поедем в объезд и кстати посмотрел вот это куда я еду это хозяйственный магазин хагэбаумаркет грэнзланд хозяйственный магазин когда не удивительно что я везу эти угли и работает он с пол девятого до семи вечера сегодня даже если бы если приеду то приеду где-то к девяти потому что показывают 19 50 на 19 до плюс 40 пятки еще одна будет даже к восьми самое ранее могу приехать вот как выгружать будут погрузчик из рампы или как они там будут погружать наверно все таки порт бортом потому что все таки очень тяжелый груз ну не знаю посмотрим посмотрел там вроде рампы есть вернее рампа ну по гуглу а на самом деле как увидим что-то не видно что там случилось впереди ну все идем сюда поэтому так маленькая пробочка такая так скажем и не видно перепроложить может да перепроложить да так перепрокладываешь то я потом должен обратно вернуться сюда же так не пойдет мы поедем толпой плану тим плануть я уже не раз эту компанию видел встречал коллег по-моему это испанская компания стояли мы с ними загрузил я еще одно видео на youtube кажется нормалек кстати сегодня понедельник 27 сегодня выходит видео одно завтра другое это выйдет в среду видео завтра значит выйдет четверг наверное в пятницу я я или в субботу или в пятницу я оформлю видео о моих впечатлениях на четырех компаниях в которых я работал и работаю да поэтому там ребята кому интересно в сообществе есть заметка я там написал анонсик я набросал себе план мероприятий план вопросов да которые я хочу о которых я моменты вернее о которых я хочу рассказать а вот и просто мало ли может быть я не все моменты учел поэтому предложил вам написать ваши вопросы то есть не то что вопросы какие моменты пункты хочется вы хотели бы услышать но я не буду говорить эта компания лучше это хуже я просто буду рассказывать например там заправка ситуация заправа в этой компании так в этой компании так в этой компании так организация в этой компании так т �аль аишня Вы уже будете сами видеть, что вам больше устраивает. Потому что одних устраивает так, других устраивает так. Соответственно, я не буду говорить плюс, это лучше, это хуже. Я просто буду говорить о ситуациях по всем пунктам. Поэтому, если есть желание, и вы до, так скажем, до пятницы напишите пункты, то я их тоже обязательно затрону. Как-то так. Ну, смотрите, это лучше писать комментарии в заметке, но можно и под этим видео. Потому что, ребята, я все комментарии читаю. Более того, я их комментирую как в письменном виде, так еще и озвучиваю в следующем видео. Ну, не следующем там получается, а не следующее видео, может быть, через два, через три. Но я обязательно их озвучу, потому что я читаю на данный момент все комментарии. Их не так много, и на каждое я пытаюсь ответить. За каждое адекватный, так скажем. Неадекватный я иногда удаляю. Хотя, честно говоря, я за всю историю канала, может быть, три комментария удалил. Ну, из них два вообще просто не в кассу, какие-то грубые, непонятно вообще, к чему. Ну, один просто там, ну, некорректный комментарий был. Потому что некоторые вещи не выкладывают. Ну, короче, там совершенно буквально я чуть-чуть почистил. Потому что хайтеров мне на канале не надо, с ними надо всегда бороться и не стесняться. Они будут, конечно, всегда, но лучше прочитали, удалили. Одно дело, если по делу критика, другое дело просто вот от того, что я вот такой вот, самый умный, хочу покритиковать. И неважно, по делу, не по делу, вот, так что такие дела, ребят, чтобы перепроложить. Конечно, перепроложим, уже едем. Едем, 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 далекие горя. Чикш, 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 чикш. И туда пробка, и сюда, а, ну да, просто участок дороги перекрыт. Поэтому, соответственно, объездная получается крючок. И все так и едут. 11 километров, по-моему. Пишет. Ну, здесь паркинг есть такой интересный. Другую сторону спасибо большое. Солнышко выгнуло. Ну да, здесь пробочка побольше, чем в моем направлении. Сами видите. Погода уже немножко улучшается. Жарковато становится, 4,5 градуса, но хоть ветра уже нет. И снег пропал. Видите, уже зеленые поля. То есть здесь уже как бы весна. А сегодня, между прочим, предпоследний день зимы, ребята. Между прочим. 27 февраля. Календарная зима. Не климатическая, природная или как там. А по календарю. Февраль-хак. Заключительный месяц зимы. А потом приходит март. А март это значит 8 марта. Международный женский день. И которые, кстати, не очень считают почему-то изобретением или как, что он со времен советского прошлого. Ребята, вы историю учите. 8 марта это вообще-то немецкие ткачихи. Впервые вышли на демонстрацию защиту своих женских прав. И совсем не в СССР. Тем более не в России, не в СССР. А именно в Германии. Поэтому те, кто фыркает носом, женщины, это, блин, это удивительно. И смешно. Как-то вот так. Ну что, у меня тоже тут пробочка. Ой. Харрис. Блин, весь в веревках каких-то. Харрис крутой. А сейчас, кстати, у меня сохраняется. Я залил одно видео. То есть сегодня выйдет, завтра выйдет. И вот сейчас. Дедактирую на послезавтра видео. Вот. Кстати, я не в курсе. У меня там смешные субтитры выходят. Раньше я делал больше. Теперь я делаю литовские, латвийские, польские, немецкие, английские. Делал еще голландский, но олень не делать, короче. Я просто посмотрел на просмотры. Румыния смотрит частенько по субтитрам. Ну, название и субтитры. Ну, перевод, конечно, там классический. Я смотрю, и другой раз и смеюсь. Может, английский перевод еще более-менее. И то, блин, гугл так переводит автоматом, это смешно. Блин, надо все местоимения проговаривать. Ну, как есть, так есть. Кто захочет, смысл тут поймет. Ну, как видите, да, мы торчим. Пробочка, пробочка. Штау. 20.08. Это значит, в принципе, ребята, я где-то в районе полвосьмого опять буду стоять. В районе Тельна. Я еще не проверял, где-то у меня какие партинки есть. Потому что опять вечерний. Хотя я встал, я начал смену в 6. В 6.05, по-моему. Ну, в 6 пошел к окошку, и в машине я был в 6.05, и уже поехал. Тогда открыл смену. Я никогда не открываю смену раньше, начиная движение. Можно было открыть смену там полшестого, типа пошел к окошку, да. Ну, зачем это надо? Считай, это неправильно. Можно тогда открыть смену, как ты только глаза открыл. Начал бриться. Вот так. Пошел, кофе сварил там себе, воду подогрел, сметок сделал. Причем 3 раза. Термос свой полный набрал. Это почти до чайника. Маленьких моих. Еще один. Сделал кофе, кашу и зеленого чая. И в туалете, скажу вам. Ну а что, ребята, про то, что я вчера сделал, я уже рассказывал. Это сегодня с утра было. Надо пользоваться моментами, правильно? Что-то жарко очень, совсем становится. Фу. Ну, видите, чудак уже на паузу встал. Прямо на остановке автобусной. Ну, конечно, неправда. Чуть-чуть бы дальше проехал. Ну, в этом же кармане, но подальше. Ну, что нам еще тут? 8 километров в 9 ползти. Это много. 3 километра проехали, можно сказать. Да, пробка хорошая. Кстати, ответил мне диспетчер по поводу пейсенда. ну, зарплатного листочка, да? Говорит, можно взять в офисе у Павла. Такое странно, а что e-mail мне посылает? В чем проблема-то? Сейчас надо попросить, вышли фотографии на WhatsApp. Когда я буду, блин, на базе? надо написать Артему, чтобы выслал фотографии. Когда я на базе буду? Я так чувствую, что я на базе буду, знаете, когда? В пятницу в следующую, домой ехать. Но тут без вариантов. Вообще без вариантов, однозначно. Потому что я уже с понедельника начну бомбить, что у меня билет на субботу. каждый день буду напоминать. Что мне нужно? Мне нужно, мне нужно домой. Во-первых, я один, чтобы выезжаю. 13-ое, это воскресенье, я вечером в Лепое. 13-ое, я остаюсь в Лепое. 13-ое, в понедельник, тихосмотр, пытаюсь пройти в Лепое. И, после техосмотра из Лепы еду домой. То есть, планирую в Лепое дома быть где-то, ну, после обеда. У меня другого выхода нету. Потому что вторник всегда у меня важные дни. Четверг вообще очень важный день. Надо быть обязательно дома, вместе с Жимой. Ну и что? Задержки, задержки, задержки. Три часа ходу еще нам. Да, интересно, что там такое случилось? Посмотреть по Гуглу, там что-нибудь показывает Гугл, что там произошло? что-то не показывает как-то. И он друг-другой Гугл показывает. Простой и не Гугл Мэпс. Так-так-с. Немного разогнались. Можно проехаться. О, вентиляторы три встал. Подряд. Ладно, ребята, вылазим из пробки. Мало-помало. Нифига себе, ребята, только сейчас увидел, там внизу слева фура перевернутая лежит поперек дороги. Обалдеть. Может, плохо водитель устал? Ну, не кверх ногами, а на боку лежит и перегородила дорогу. Причем, похоже, нашу дорогу, да, нашу полосу. Но вторая полоса занята там этими машинами. Краны стоят там переворачивать ее. Ёпарас, это как-то она так перевернулась. Некого знает. Что-то случилось. Вот так. Вот буквально здесь, слева внизу, вот тут метров 200 от меня. Ну, а мы продолжаем вылазить. я думал уже мы там все вылезаем и погнали. Нет, тут еще оказывается 7 километров. А мне 2,57 до паузы. Ну, я думаю, полчаса еще поеду, надо остановиться, оправиться, так сказать. Чтобы все было нормалек. 4,52 мне ехать до точки, но я туда не приеду, так что где-то 3,52 будет 3,30 нормально. Где-то за час до точки мы остановимся на паузу. На смысле на ночную, потому что я не поеду в город. Я чуть не смотрел, где я буду стоять, потому что даже в 19,30 это уже достаточно темно и достаточно поздно. Надо будет глянуть, где там что-то в районе Тельня у нас с паркингами. Сейчас глянем. Паркинг в Джемени. Открыть карту. Это там Голландия. Где у нас Керен Ганновер, Эссен, Бремен. Вот здесь нам ехать. Тёмно. пока не могу нормально увидеться. Пу-пу-рум-прум-прум-прум-прум. Знаешь, как мы сделаем немножко иначе. Мы перейдем через это показать на карте кюгли. Покажет наличие мест там. Погоди, я тоже? Как-то я не понял. О чём мне говорил Киольн? Не Киольн, а тоже под Дюссельдорф едем. Чё-то я как-то перепутал. Не Киольн, ребята, у меня. Окей. Ха. На ночь. Ищет Голландия какая-то. Ой-ой-ой, чё-то я так Арвид обманул. Чё-то я как-то посмотрел по карте, мне Киольн показалась. А здесь совсем не Киольн. Быстрее Дюссельдорф. в Дюссельдорф я еду. А не в Киольн. Чё-то я... Что-то это я перепутал, друзья мои. Ладно, да, я иду сказать, что я еду тоже в Дюссельдорф. Ну что, уже, блин, вечереет, да? Пять часов без двух минут, ребята. Посмотрел я на карту, куда я еду, знаете, что я придумал? блин? А я ведь могу успеть на базу. 20 километров, как говорится, не круг. Так что пока продолжу я маршрут до базы. 276 километров. Если посчитать по 80, это получится 3,5 часа. А я могу ехать еще 3,46. Так что, если никаких у меня проблем не будет, то, наверное, я пойду на базу тогда. Правильно? Правильно. Это очень хорошо. Это очень правильно. Так я скажу. Так что мы сможем если бы не этот пробка, вообще не было бы проблем. 372 показывает. Здесь показывают 275, здесь 275, 280. Но должен я успеть. Как бы. Сейчас посмотрим, может, перегрался. Нет, 3,45 я могу еще ехать. До десяточки. Так что поедем. Единственное, что вот скорость падает у нас, ребята. В гору идем. Надо нам туда приехать. Почему бы и нет? Правильно? я на базу иду не оттого, что там надо мне мыться, бриться. Ну, хотя можно и супчик вечером сделать на завтра. Я иду, чтобы не париться искать место, где стоять. по сути, там даже в самом Реккенхаузе можно встать. Но я думаю, что я успею до базы набрать. Крайней мере, я так рассчитываю. что у нас тогда получится по обзорчику маршрута. Немцы, Мы идем. Нормально мы идем. Все должно быть окей. Скорость не превысит. Больше 90 не надо еще. Снеги варимач. Мига. Так что порядок, ребята. Сейчас я напишу, что я поведу на базу. Леша сообщение послал. Так что так, ребята, пока едем в Реккленхолт на базу. Если что-то изменится, сообщу. Блядь. Что это за пиздец? Блядь. Что это за пиздец? еще предстай. На. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребята, мы на базе Гонки в конце были конкретными Короче Мог вот тут встать напротив Нет, решил получше встать Затем, блин, бустает Затем машина стоит, блин И не встать, блин И там еще стоит коллега А у меня уже 2 минуты Меньше уже 2 минуты, полторы минуты Короче, тут круголе отдал Заехал, встал Ноль, ровно 10 часов отработал на руле Ну так, понемножку задом сдал Чик-чик-чик-чик Есть такие фишки, да, понемножку Раз На молоточках, можно сказать, сдаешь Руль не включается И все тогда в порядке Ну в итоге 10 на 0 показал Отработал 14-41 Проехал 680 километров Ну нормально Мог больше, конечно Если бы там не парился Катался бы по По заводу Еще в эту пробку попался Чтобы мне пробка вообще нормально Приехала без проблем Сейчас схожу Помоюсь Кипяточкой сделаю Супчик, наверное, заварганю На завтра Заброшу видосы На компьютер И буду отдыхать Как-то так А завтра мне еще 90 километров Проехать 8 часов надо быть на выгрузке Значит, где-то в полседьмого Мы стартанем Отсюда Но я-то открою смену раньше Я подъеду Думаю, AdBlue добавлю Чтобы потом не было проблем Вопросу Почему не заправился Как-то так Ладно, ребята На этом все Всем добра Берегите себя Своих родных и близких И все будет Чики-пуки Пока